Кейт Мур Кейт Мур Рисовали цифру И процесс повторялся То есть за одну смену Они могли сотни раз Облизать кисточку с радиовой краской Естественно это все не могло Не отразиться на их здоровье Это постепенно происходило И первые звоночки Начались с зубами Девушек начали крошиться И болеть зубы Шло время и уже не одна, не две а десятки девушек страдали проблемами с ртовой полостью. Администрация корпорации им никак не помогала, наоборот, она убеждала их, что они сами виноваты в том, что запускали свои проблемы с зубами. А тем временем болезнь прогрессировала. Помимо зубов начинались проблемы с другими органами, они вынуждены были пропускать работу, их в итоге увольняли. Спустя два года после первых симптомов скончалась первая работница фабрики Альбина Маге. Чтобы замять и не расследовать ее смерть, и тем более не связать ее с производственной травмой, руководство корпорации заявило, что она умерла от инфекционного заболевания, не связанного с лучевой болезнью. За 15 лет с начала этого дела погибли и заболели несколько десятков девушек. Естественно, что они хотели докопаться до правды. Почему они болеют? У многих возникали вопросы, а не связана ли эта болезнь с тем, чем они занимаются. Одним из первых стоматологов, кто решил дойти до администрации фабрики, где работали девушки, был Теодор Блум. Ну, конечно же, администрация приняла его немножко в штыки и сказала, что нет, Раде не может вредить, он вообще медицинское чудо, на минуточку, и только оздоравливает организм. Но поскольку все-таки это было официальное обращение медиков, администрация решает провести глобальный медосмотр на фабрике. Приглашаются врачи из медицинского центра, который сотрудничал с корпорацией, и девушкам устраивают такой медосмотр глобальный, по результатам которого, естественно, сказано, что все у них хорошо со здоровьем во всех его сферах, то есть никаких проблем ни с зубами, ни с костями у них нет, и все это просто надумки, и просто все это генетика, так сложилось. В конце администрации фабрики, собирая девушек у парадного крыльца, делается общая фотография, на ней девушки красиво одеты, счастливые, с блестящими волосами, с милыми улыбками, и, естественно, это все размещается в газетах, что все у нас хорошо. Но на самом деле это было, конечно, не так. Многие девушки уже тяжело болели, не вставали с кровати, и их родственники, которые тоже терялись в догадках, что же такое случилось с ними, решают идти дальше. Они подают в суд. Первое заседание, поскольку все-таки Radio Corporation была самая крупная в США корпорация, они очень легко проиграли, родственники проиграли это заседание. Дело замяли. Сказали, что девушки, на тот момент уже некоторые молодые женщины, у которых были семьи, сами себе это придумали и стараются свои проблемы со здоровьем поправить за финансовый счет корпорации. Но они не сдались. Вот пять девушек решили идти до конца. Волшебство. Оно подразумевает некое колдовство, чуть ли не сверхъестественные силы. Неудивительно, что начальник медицинской службы США сказал про радии, что он напоминает одно из мифологических сверхсуществ. Один английский врач называл его чудовищную радиоактивность неизвестным богом. Кейт Мор. Радиевые девушки. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова